Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор продлил в России мораторий на продажу спиртовых лосьонов наподобие боярышника на два месяца. Специалистам нужно еще время, чтобы проверить все точки, где могут продавать этот товар. Омский Роспотребнадзор с 26 декабря успел проверить только 25% всех магазинов в регионе. Нашли и изъяли 100 литров запрещенной жидкости. Что за одеколоны предлагали амичам предприниматели? Ответ в материале Алла Аксенова и Сергея Гаврилова. Продукцию, которую Роспотребнадзор изъял в торговых точках города, выборочно отправляет на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Если честно, я впервые вижу такое разнообразное количество лосьонов. Здесь и популярный огуречный, и уже ставший знаменитым лосьон боярышник. Каждый образец изучают по нескольким показателям. Количество этилового спирта и метанола в составе определяет химик-эксперт Наталья Пермякова. Сейчас она проверяет косметический лосьон под названием боярышник. Исследование показало, что метанол есть в небольших количествах, гораздо меньше нормы. Содержание метилового спирта в норме. И делали содержание этилового спирта в продукте, тоже содержание этилового спирта в норме. Не пищевые спиртовые лосьоны в России стали запрещены с декабря, после иркутской трагедии, когда там концентратом для ванн с названием боярышник насмерть отравились 70 человек и больше ста пострадали. За месяц, пока действовало ограничение на продажу, Омский Роспотребнадзор проверил одну тысячу частных магазинчиков и павильонов. Изъяли в общей сложности 100 литров запрещенной жидкости. В образцах конфиската токсичных примесей и превышения количества метанола не нашли. Отравление данной продукции у нас не зарегистрировано. И даже в новогодние праздники, если мы провели анализ за 4 года, то у нас за 4 года не было отравлений данной продукции. Хочу сказать вполне, так скажем, официально, что с 72 года у нас идет наблюдение в токсикологическом центре. В общем-то говоря, именно с 72 года токсикологический центр работает в Омске. И ни одного случая отравления фальсифицированной продукцией на основе алкоголя у нас не зарегистрировано. 45 лет. За 45 лет. В Омской области этого не было. Все случаи, которые мы имеем, летальные случаи от отравления алкоголем, они именно связаны с чрезмерным употреблением алкоголем у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. Предприниматели, которые сбывали непищевые и спиртовые лосьоны в период моратория, знали, что нарушают закон. Специалисты регионального Роспотребнадзора сообщили, что рассылали информацию о приостановке продажи. В результате запрещенный товар был обнаружен в 30 точках города и области. В том числе в павильонах Роспечати. Пока за незаконный сбыт лосьонов привлекли к административной ответственности 20 индивидуальных предпринимателей. На общую сумму 40 тысяч рублей. Мы передали материалы в Следственный комитет, материалы всех проверок с сопроводительным письмом. Мы направляли буквально сегодня нам поступила по нескольким предпринимателям информация о том, что проводится доследственная проверка следственным управлением. И решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 Уголовного кодекса. По этой статье за сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, грозит вплоть до двух лет лишения свободы. Тем временем мы решили сами проверить, продают ли в центре Омска злополучные лосьоны. Вопрос, есть или нет, задали продавцу киоска Роспечати и в сетевом магазине. Лосьон огуречный есть? Нет, нет. Нет? Не завозят? Вообще ничего нет. Нет, сейчас вообще ничего нет. Не завозят. Раньше было, да, были одеколоны и лосьон был, сейчас нет. А давно не завозят? Да, давно уже. Лосьон для лица огуречный есть? На складе нельзя, на витрину выставлен. На складе? Ну, нам нельзя его продавать. Сказали, что вот сейчас боярки-то эти пьют. Сказали, что сколько они не будут. И когда теперь можно будет на прилавки достать? В феврале, наверное. В феврале лосьоны не появятся. Мораторий на продажу продлен еще на 60 суток. В Омском Роспотребнадзоре этому рады, поскольку за один месяц успели проверить только четвертую часть всех торговых точек. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна 7.